Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Я сегодня так необычно провожу занятия. Сегодня занятие Лерифа Шлема Ицкак Бен Рита. У меня утром выскочил позвоночник, вдруг вот так выскочил позвоночник в пояснице. Я бах и не могу ходить. Вот так сижу в кресле сейчас, значит, жду пока пройдет. Вот так вот бывает, представляете, спорт, здоровье, все. Потом в один момент человек может бах и перестать ходить. Поэтому, значит, мы еще сильнее будем изучать Тору, потому что именно в такие моменты, вот лично я то, что для себя понимаю, в какой момент больше начинаешь обращаться ко Всевышнему. У меня лично, вот сейчас я вам скажу, я намного больше сейчас мотивирован учиться, соблюдать заповеди и так далее, чтобы только у меня прошла спина. Понимаете? А когда все было хорошо, я был мотивирован, но меньше. То есть, и это объясняет, вот сегодня будет в недельной главе, как раз объясняет практически все во взаимоотношениях Всевышнего с еврейским народом, с миром. То есть, все понятно вот из сегодняшней главы, из того, что у меня сегодня как раз утром вдруг выскочил этот позвоночник. Значит, сегодня 14-го, Менахим Ава. И, значит, начинается книга Йом-Йом, начинается с того, что Рэбэ Рашаб повелел своему сыну Рэбэ Раяцу, да, пятый Рэбэ повелел шестому Рэбэ записывать все рассказанные им истории. Значит, он рассказывал ему истории из своей жизни, какие-то истории. И он ему говорил, записывай. И, а почему он это ему говорил? Потому что его папа, Цемах Цедак, он, ему говорил, вот, дедушка, первая любая часть Рэбэ, надеюсь, вы не запутались, их всего было семь. Семь любая часть Рэбэ было всего. И, значит, ему этот альтер Рэбэ, первый Рэбэ, который был, да, хасидстей, этот, хабадстей, он ему сказал, вот, ты знаешь, написано в Пертьевод, Пертьевод написано так, Асэлэхараб, сделай себе рава, укнэ лэха хавэр, и приобрети себе друга. Вэавэ дамэт колядам лекавскут, и суди каждого человека с хорошей стороны. Так он говорит ему, приобрети себе друга, на иврите звучит кне лэха хавэр. Кне это как купи, приобрети себе друга, да, то есть нужно приложить усилия. Но он ему говорит, смотри, а ты по-другому прочитай. Кне, это читается, если чуть по-другому огласовка, те же буквы. Кане. Кане это перо. Перо, раньше писали перьями такими. И он ему говорит, не приобрети себе друга, а перо это твой друг. То есть полюби писать, записывать то, что ты думаешь, то, что ты говоришь, свои размышления. И, значит, Рэбэ Рашап, он однажды процитировал это изречение, что перо твой друг. И говорит, пояснил его, это, говорит, не просто перо, а это перо сердца. То есть каждую вещь, которую учишь, необходимо пережить. Значит, в Мишли царь Соломон, он говорит такую вещь, что напиши слова Торы. И он говорит так, что нужно слова Торы записать на скрижалях своего сердца, на свое подсознание. А как? Вот здесь он объясняет, Рэбэ Рашап, надо пережить эту какую-то вещь. Вот возьмем, например, вот этот вот момент, там то, что сегодня у меня позвоночник этот выскочил, ну такой прострел это, да, называется. Но у меня и раньше было, но как сегодня никогда не было так сильно. И значит, что я понял? Вот я проводил, мы в последнее время много говорили о том, что все иллюзия, все, значит, весь этот мир, эвелевелим и так далее. Если что-то плохое случается, то это тебе Всевышний дает возможность подняться на следующий уровень. Все. Но я это все как бы читал, понимал, но не переживал, потому что, слава Богу, в последнее время, вот я, так как я стараюсь строить жизнь по Торе, то стало меньше острых углов в жизни. Есть они, безусловно, у любого человека есть острые углы, война, сложности и так далее. Ну, то есть есть острые углы, нет человека, у которого в этом мире было бы все хорошо, да? Почему? Потому что, как сказал царь Соломон, нет такого цадика, который бы не согрешил, нету праведника, который бы не согрешил. И поэтому у каждого человека есть, обязательно приходят какие-то неприятные моменты в жизни, но у меня они были такие, не связанные с физической болью. То есть они были неприятные, но это все были такие моменты, которые, ну, моральные больше моменты, да? И вот сейчас я как бы прочувствовал, что в воде есть боли, ты такой, оп, все твои планы рушатся, ты не можешь, ну, как бы двигаться, ходить и так далее. И вот тут вот как раз и наступает такой момент, ты думаешь, а что Всевышний мне хотел этим сказать? Вот что я должен из этого понять? Где здесь позитивное зерно? Потому что Всевышний же только хорошего хочет. И вот как раз это, это та вещь, которую ты учишь, изучаешь, да, или обучаешь. Ну, я все, что я обучаю, я сам изучаю. Получается, что вот тут необходимо пережить. Вот я сейчас переживаю, больно, ты сидишь, думаешь, вот, а как же вставать там? Ну, реально такое интересное состояние. Хорошо, друзья, все, значит, ну, я надеюсь, что в заслугу урока вторы, в заслугу того, что мы все молимся друг за друга, что Бог дал выздоровление, что Всевышний мне даст выздоровление. И я, значит, пережив этот момент сильной боли и обездвиживания короткого, значит, я стал... ...человеком. Значит, да. Теперь, значит, обретение неба на земле. Вторая нам книга. Хорошо, значит, давайте мы все время изучаем, а как же здесь создать себе рай, чтобы было хорошо. Давайте посмотрим. Не расстраивайтесь из-за лицемерия других, пишет нам автор этой книги. И из-за собственной несостоятельности тоже не расстраивайтесь. Да? Наша жизнь движется по холмам и долинам. Духовное становление человека не происходит гладко. То есть все вот эти вот долины, горы, лицемерия других, конфликты, личная несостоятельность, когда ты в чем-то понимаешь, что ты не справился, да? Он говорит, это нормально, это жизнь такая. Но добро, которого достигает каждый, то есть если ты во всем этом, ты умудряешься достигнуть то, что называется внутреннее добро, внутреннее согласие, принятие, любовь ко Всевышнему, благодарность ко Всевышнему. Вот это состояние, особенно если оно возникает, когда у тебя что-то идет не так, как ты хочешь, оно к тебе присоединяется навечно. Так как оно соединяется с источником всех благ. Вот именно в такие моменты, когда идет не так, как ты хочешь, и ты говоришь, Всевышний, я с тобой, то есть пусть будет, как ты хочешь. Если так оно есть, значит это факт. И в этот момент ты соединяешься с источником всех благ, бесконечным и постоянным. С другой стороны, падения, переходящие и поверхностные. Они мимолетные тени облаков, пятна на одежде, которые нужно удалить. О! Ой-ой-ой. Да, значит, пятна на одежде, которые нужно удалить. Я сейчас обезболивающих выпил, и мне вот, я чекаю уже, больно, но такая тупая боль. А то была прям острая такая боль, а сейчас тупая. Видите, уже как бы, может быть, оно сейчас и пройдет. С Божьей помощью, очень надеюсь. Спасибо Всевышнему, что, значит, это для меня какой-то важный урок. Хорошо, двигаемся дальше. Недельная глава. То, что я хотел обратить ваше внимание. Сегодня невероятная такая есть идея в недельной главе. Значит, продолжает Машер-Абейну перед смертью говорить еврейскому народу книга «Дворим. Повторение всей Торы». И он говорит, значит, Машер-Абейну, вот эти слова, это после 10 заповедей. Вчера мы читали про 10 заповедей. Вот эти слова говорил Бог всему собранию на горе из огня. И было, облако было, и было там, такое слово есть, наверите, Арафель, это мгла его обычно переводят. Но это Арафель, это какая-то такая, совершенно нет ничего в мире сегодня, что можно было бы назвать этим словом. Вот представьте такая, когда, мы даже представить не можем, в принципе, когда вот эта вот реальность, как бы она привычная все, то, что мы привыкли видеть, оно исчезает, и в нем такой возникает какой-то типа черная дыра, такой сверкающий хаос. Вот этот вот Арафель, это мгла такая, мгла, сверкающая мгла. Где мы сейчас можем увидеть сверкающую мглу? Нигде, только в фильмах. И он говорит, вы, когда было дарование Торы, вы видели, слышали голоса из огня, было облако, был этот мгла. И Кольга Доль, который говорит, огромный голос такой, да, который говорил с вами, и он не останавливался, и дальше записал эти слова, 10 заповедей, вейкатвем, альшней луход на аваним, на двух скрижалях каменных, вейтнем, и дал мне эти скрижали. Как мы знаем, Мошар Абейну поднялся на гору, в Синай, и когда он первый раз спустился с горы, у него было в руках два сапфира, огромных два сапфира, которые он их просто придерживал, они летели. И на этих сапфирах, как голограмма, была выбита, как именно, как голограмма, там были эти 10 заповедей. И Мошар Абейну говорит, ну что, помните, говорит, как это было, да, вы это увидели, но потом, когда он, они же сделали золотого тельца, он разбил эти скрижали, они разбились на мелкие кусти, и потом в ковчеге завета, вот этот вот сапфиры, которые возникли из духовного мира, они лежали в ковчеге, и до сих пор лежат. Этот ковчег спрятан под каменной, под храмовой горой, он спрятан там. И получается, что вот эти вот скрижали разбитые, они там. И потом Мошар Абейну второй раз поднялся, но он уже вытесал каменные скрижали, и на них уже тогда Всевышний сделал голограмму. И это метафора на то, что первый раз Всевышний их поднял, весь народ, когда благодарование Торы, на уровень пророчества, и в них вложил Тору, но они не выдержали этого, то есть они сказали, мы не можем. И потом второй раз, Тору человек получает, когда он сам лично должен подготовить скрижали, то есть себя, а Всевышний на них записывает Тору. То есть, когда мы учим Тору, то в итоге каждому открывается какой-то божественный свет, это именно божественный свет. То, что мы учим, это подготовка, а то, что мы получаем, это то, что Бог нам открывает. Значит, отлично, значит, и он им говорит, вы слышали голос из мрака, гора пылала огнем, и вы подошли все ко мне. И, значит, и сказали вы, сказал тогда народ Всевышнему, сказали вы мне, Маши Рабеноне сказали, значит, вот мы видели, видели мы Бога Всесильного нашего, то есть они видели не Бога, а Его проявление. И видели мы Его славу, Его величие, Его голос мы слышали из огня, сегодня, и видели мы, что не может Бог говорить человеку, мы видели, что говорил Бог человеком, и тот остался в живых. То есть они умирали, потом они возвращались к жизни. То есть это проявление Всевышнего, оно их просто вырывало из тел. И они говорят, но Бог нас оживлял, мы возвращались, и, значит, вы ата, ламы намут, они ему говорят, Маши Рабену, а сейчас, зачем нам умирать, зачем нам умирать, что нас съест вот этот огонь, огромный этот огонь у нас съест, не можем мы больше слушать голос Бога, значит, а то мы умрем. Тимми коль басар, ашер шама коль элоим, хаим, кто это то мясо, та плоть, которая слышит голос Бога Всесильного, который говорит из огня, и останется жив. То есть это, ну, это несоответствие, то есть это такая энергия, как, знаете, невозможно находиться в эпицентре ядерного взрыва, и остаться живым. А на Солнце происходит миллионы ядерных взрывов в секунду, а Всевышний, он дает энергию миллиардам Солнц. Ну, понятно, что, ну, как можно, то есть в эпицентре атомного взрыва, 100 километров от атомного взрыва невозможно стоять. Миллион взрывов на Солнце Всевышний это делает, а у него не одно Солнце, он дает энергию всей Вселенной. Ну, как можно его услышать и остаться живым? То есть он, как бы, знаете, он дал свое проявление, очень-очень такое там, уменьшил его в триллион раз, уменьшил свое проявление, и из огня раздавался этот голос. Но они и то умирали. И они говорят, все, мы не можем. И они Машарабену говорят, Приблизься ты, они ему говорят, и послушай все, что скажет Бог Всесильный, и все, сейчас, и ты говори с нами, все, что скажет Бог тебе, значит, мы все это услышим от тебя и сделаем. И вот тут очень интересно, смотрите, очень здесь, вот это то, что я вам хотел сказать, очень хотел я сказать вам, да? Значит, они ему говорят, ты говори с Богом, и потом расскажешь нам. И написано здесь, устная Тора говорит, что Машарабену в этот момент очень расстроился. Он в этот момент сказал, что, что происходит, тогда опять, опять они не хотят приближаться ко Всевышнему. Зачем им слушать от меня, если они могут слушать от Бога? Да, это опасно. Да, это тяжело. Да, это можно умереть. Но это же, вы можете от Бога самого услышать, да, всю Тору. Зачем вам я? Значит, сейчас мы отключим, какое-то бывает. Смотрите, вот мы только что учили про это, да, что есть люди какие-то, да, которые, которые неадекватные. Не надо из-за них расстраиваться. Ну, мало ли, кто тут есть? Дмитрий какой-то, да? Сейчас мы его отключим. Значит, не видно его этого Дмитрия. Исчез он, спрятался. Ладно, если появится его комментарий, значит, мы его отключим, заблонтируем, и все, и пускай он где-то там и ходит, да? Хорошо, значит, Маше, вот послушайте, очень важно, чтобы нас не отвлекали вот эти неадекватные личности. Маше Рабейну, он расстроился из-за того, что народ не хотел напрямую слушать Всевышнего и просил, чтобы через Маше Рабейну слушать. И вот тут, слушайте, как интересно, да? Вот это просто меня сегодня поразило. Ваишма шемет коль девреем. И услышал, Маше Рабейну продолжает, и услышал Бог ваши слова, когда вы говорили ко мне, то, что вы говорили ко мне, что иди ты слушай, а мы потом расскажешь нам. И сказал Бог мне, слышал я голос, который говорит народ, которые говорили тебе, и мне очень было хорошо, это в моих глазах, то, что они тебе сказали. Удивительно. Значит, Маше Рабейну расстроился, он говорит, народ не хочет слушать Всевышнего, а Бог говорит Маше Рабейну, послушал я то, что они сказали, и это нравится мне. Представляете, насколько даже Маше Рабейну, даже пророк, который был, ну, самый чистый, который слышал прямо, ну, Бог через него говорил, и то он ошибался, он думал, что это было плохо, а Бог сказал, что это хорошо. Представляете, это удивительно. И, значит, а почему это было хорошо? Вот сейчас вот, вот этот вот нюанс, он сейчас очень такое, открытие. Значит, Бог продолжал, и говорит, Маше Рабейну, ми и тен, ва я, левавам, зэлаем, ле раути. Он говорит, если бы оставалось у них вот это вот состояние сердца, бояться меня, значит, и тогда они бы, лишь мор, и тогда бы они выполняли бы все мои заповеди, коле амим, все дни жизни своей, лиман и тавляем, чтобы я мог дать им добро, и для их сыновей навечно. Опа, вот это вот, смотрите, что, как Бог по-другому воспринял эту ситуацию. Он говорит, они боятся, да, они боятся, им страшно, они видят, что они могут умереть, вот просто от взаимодействия со мной, да, с Богом, со всесильным. И Бог говорит, это страх, он поможет выполнять заповеди, чтобы я потом им дал награду. Все же очень честно, в этом мире, я вот как раз, помню, там давал какой-то совет, ну, по там, по здоровью, по отношениям, а кто-то говорит, так это ж тяжело выполнять. Ну как? Я ему говорю, слушай, ты хочешь там получить что-то? Хочешь. А ты не хочешь за это как-то рассчитаться, заплатить, ну, что-то вложить в это? Или ты хочешь получать только добро и за это ничего не платить? Так не бывает в жизни. Все в этой жизни очень уравновешено. Если ты хочешь что-то получить, особенно что-то ценное, большое, там, вечную жизнь, за это надо заплатить. Бог это знает. Он этот мир сделал для того, чтобы дать добро заработанное. То есть заповеди, это способ заработать это добро. Получается, Машарабену говорит им, вы не хотите, вы Бога боитесь, если вы не хотите его слушать, Бог говорит, они меня боятся, отлично, значит, они будут выполнять заповеди, и это значит, что я смогу им дать навечно добро. Представляете, как это работает. Поэтому, если человек, например, заболевает, не дай Бог, да, и он, и он начинает молиться, он полностью такой становится святой, то получается, что Всевышний вынужден был ему это сделать, для того, чтобы он стал святым, для того, чтобы получить вечную награду. Иногда человека по-другому не заставишь. То есть, вот так, когда все хорошо, по-хорошему, многие не понимают, многие вообще не понимают, и наоборот, чем лучше к ним относишься, тем они больше наглеют. Как только ты к ним относишься жестко, они начинают выполнять то, что они должны, в принципе, были делать, и получают за это награду, там, зарплату, еще что-то. А когда ты им говоришь, слушай, ну ты же хороший человек, ты сам понимаешь, что делать, он берет и не делает. И это то, что мы видим вот из этой как раз главы. Представляете, начало мудрости, страх перед Богом, правильно говорит Дмитрий Латуха. Вся мудрость есть в Мишле. Теперь дальше. И Бог продолжает говорить Машер Абейну. «Лех эмор лаем шуву лахем леа лейхем». И Бог ему говорит Машер, иди скажи им, пусть они возвращаются в шатры и сидят там в шатрах и боятся. То есть они увидели, насколько, что такое проявление Всевышнего. И теперь они будут просто выполнять советы, волю Всевышнего, его заповеди, его приказы. Это делай, это не делай. И получат вечное, вечное добро. Все отлично. А дальше, и Маша продолжает. то, что Бог ему сказал. «А ты теперь стой со мной, и я тебе скажу все заповеди, все постановления, все законы, которые ты обучишь их, и будут они делать их в земле, которую я даю им во владение, в наследство. И соблюдайте «Вешмартэм ля сот», и соблюдайте, чтобы выполнять, то есть «Вешмартэм» как бы запоминайте, сохраняйте, чтобы выполнять, как приказал Бог Всесильный ваш, вам, и не двигайтесь ни вправо, ни влево. Идите прямо по прямой дорожке. Значит, и что? Нам осталось еще три отрывочка коротеньких, да? Значит, и что? Значит, по всему пути, Беколь Адерах, по всему пути, который заповедовал Бог Всесильный ваш, вам, по этому пути идите, для того, чтобы жили вы, и чтобы было добро вам, и для того, чтобы продлить ваши дни на земле, которую вы наследуете, да? То есть все очень работает очень просто. Делай, значит, делай правильные вещи, выполняй волю Всевышнего, и он с радостью тебе будет давать все, что тебе нужно. Все. Так оно работает. Все. Не делаешь, значит, каждый получает в этом мире плоды своих рук. Я, значит, перестал упражнения делать, скажу честно. Раньше делал, каждое утро у меня была обязательно пятиминутная зарядка. Именно у меня когда-то были эти прострелы. Потом я начал делать там упражнения, зарядку, все, они прекратились. Полтора года у меня их не было. Потом я перестал где-то месяца два назад я перестал делать утреннюю зарядку. И через два месяца я, значит, собираю вырожай. На тебе. Хотел пять минут в день сэкономить? Вот полежи теперь, значит, пару дней и подумай. Или ты хочешь по чуть-чуть напрягаться и выполнять правильные вещи, или ты можешь расслабляться. пожалуйста, пять минут в день ты не тренировался, не делал именно ОФП. Но потом все это сложи. Два месяца по пять минут в день. Значит, это 30 дней по пять минут. Это 150 минут, два с половиной часа в месяц. Значит, пять часов я бы потратил бы за эти два месяца на зарядку. Пять часов всего. Сегодня я с семи утра не могу двигаться. Уже с семи утра прошло сколько? Три с половиной часа. Это минимум еще на несколько дней. Вот и выбирай. То же самое с заповедями. Ты говоришь, не хочу заповедей. Да, буду делать то, что я хочу. Мое сердце меня ведет, буду. Хочу и буду. Хорошо. Два месяца, три месяца, потом раздача. На тебе. В одной сфере, в другой сфере, в третьей сфере. В работе то же самое. Человек говорит, я не хочу совершенствоваться, я не буду выполнять то, что я должен выполнять. Но за мной же не смотрят, значит не буду выполнять. Три месяца прошло, до свидания, еще себе другую работу. То есть, так жизнь работает. Так работает жизнь. Но мало людей, которые могут, как Оскар Хартман, делай просто, просто делай. Вы знаете, Оскар Хартман, у него же аутоиммунное заболевание. Ему в молодости сказали, что он будет инвалидом, что он может даже рано умереть. У него болезнь Бехтерева. А он из-за этого, именно из-за этой болезни, из-за этой боли, он стал просто супер-мега человеком, который и в здоровье, и во всех сферах жизни, он сверхчеловек, да, этот Оскар Хартман по усилиям. То есть, он столько делает усилий. Мало людей видел такие, которые умеют так работать. А книга называется «Просто делай, делай просто». Такое, как бы, просто название. А он человек, которому еще в детстве сказали, что ты болен, а вот в 16 лет, а вот аутоиммунным расстройством, от которого ты в молодости или умрешь, или останешься инвалидом, будешь кривой всю жизнь. А он, значит, из-за своей невероятной самоотверженной работы, он мировые рекорды сейчас устанавливает. Представляете? Все. Значит, Бог сказал нам «Идите, выполняйте мои заповеди, будет вам хорошо». И, значит, последний нам осталось три отрывка, чтобы закончить, важно это. И он говорит «Вот митцва, постановления, законы, которые приказал Бог всесильный ваш, обучать вас». Это Бог приказал Машарабейну. Делать их на земле, это мы уже сказали. «Лиман, терай это, шем и лакеха, чтобы боялся ты Бога всесильного твоего, лишь морет коля хукав, сохранять все его постановления, вы митцватавы, все его заповеди, ашеранухи митцавы, митцавхак, которые я приказываю. Ты и сын твой, и сын твоего сына, все дни жизни твоей, для того, чтобы удлинились твои дни». То есть кажется, что заповеди, они у тебя что-то забирают, ты идешь против своей воли, но Бог говорит, слушай, это путь для того, чтобы продлились твои дни. То есть ты здесь идешь против своего эго, там ты получаешь очень много для себя жизни, радости и так далее. Плюс вечная жизнь. И последний отрывок. «Вэ шамата Исраэль, вэ шамарта, ля асот, ашер и тавлеха». И послушай, ты услышь, Израиль, и сохраняй для того, чтобы делать то, что будет хорошо тебе, и для того, чтобы умножились вы очень, как говорил Бог Всесильный, твоих отцов, тебе на земле, текущим молоком и медом. То есть все, у нас есть путь, делайте заповеди, будет все великолепно. Все, я прям молюсь, чтобы Бог дал, эль наре фан Аллаха, чтобы Бог дал полное выздоровление, всем, кто слушает роти, всем, кто любит Всевышнего, всем, кто помогает другим людям, все, кто молится за других людей, чтобы Всевышний выполнил ваши молитвы. Пожалуйста, чтобы Всевышний выполнил ваши молитвы. Участь, я молюсь за выздоровление ваше от всего сердца, потому что я чувствую боль, а раньше не чувствовал. Все, всем удачи, успехов, и путь Тора, это Тора жизни. То есть я думаю, что это у нас есть правильный путь. Все, счастливо, хорошего дня. Рифа Ашлама всем, кто нуждается в выздоровлении. Субтитры создавал DimaTorzok,